друзья всем добрый день начала очередного выпуска впервые приехал на поклонную гору город москва парк обеды ни разу даже здесь еще и сам не был время я выбрал конечно самое лучшее надо было сюда наверно ночью ехать а так сейчас день холодно ничего не светится народу нет что делать пихова знает наверно когда тепло здесь народу побольше но больше но для общего развития побывать стоит с минимум был обзора я в москве уже наверно неделю солнце не видел героем первой мировой войны представьте сейчас себе такой в киеве увидеть такие монументы такие памятники смотрите подписи нету сзади меня как вы можете видеть виды это какие москва сети и кутузовский проспект вот а эта лестница вообще закрыта что-то 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 еще все палатки вон донер кебаб стоит шаурма комбо все закрыто все перекрыто не сезон но все равно прогуляться стоит в любом случае в любом случае указатели надеюсь что то будет видно а вот сбоку аллею делают вот она по ходу будет такая светится такой проход будет и по нему будут ходить люди это круто представьте сразу какое настроение будет новогоднее или предновогоднее в любом случае да вот так ну все небо серое я уже в москве солнце давно не видел то стихопат вчера сильно был то позавчера он тоже был а вот кстати третий украинский фронт представьте что в Украине с примечательностью будет написано там какой-то российский фронт или московский фронт это так между словами там как видите тоже особо ничего нету то есть вам туалеты платные 50 рублей а вот вам второй украинский фронт и гвоздики возложены видите лавочки чтоб посидеть отдохнуть но сейчас наверно на этих лавочках кто не посидите они они и в снегу их дом покрыты заморозки были и опять украинский фронт четвертый видите украинский фронт россия ничего не пытается избавиться все я как вижу хранит сохраняет она этим дорожит люди этим дорожат а это первый украинский фронт чтобы понимали я вот такие вот столы или что это памятники все павильончики закрыты павильончики стоят еще до этого они были они все закрыты тут вообще мороженое продается слева и опять туалеты здесь я вижу храм стоит ну туда дальше спускаться там уже жилые дома стоят туда мы не пойдем пойдемте немножечко обратно кстати достаточно интересная архитектура у храма я таких особо то и не видел до этого скажем так да какой то знаете немного другой ну отличается отличается от обычных церквей которые мы видели в другие храмы но он немножко другой ну и вот сейчас еще к стелле подойду а где сейчас перед стеллой стелла вон у нас стоит и здесь прямо перед стеллой ну вот знаете вот такое вот что-то стоит да и там уже ЖК начинается и там вот жилые дома стоят тут мало чего интересного конечно уже наверное летом или когда темнеет здесь покрасивее ну вот я уже подошел к стелле к этой издалека ее видно очень хорошо так российский а тут наверное были фонтаны ну пойдемте по главной лестнице поднимемся посмотрим что там интересного пойдемте ребята по лестнице поднимемся вот ступеньки большие широкие длинные смотрим битва за москву написано на здании а вот такой вид сзади меня москва сити кутузовский и метро москву пойдемте ребят чуть чуть поближе llawь вот видите есть ты можно а здесь спуститься нельзя а где можно и там перекрыто ну вот я спустился короче наверх нельзя подниматься, но я успел подняться начинает спускаться, ко мне бежит охранник и говорить нельзя а забор в эту сторону поставил ну и как будто что с одной стороны можно зайти, можно подумать ну и зашел ладно, надеюсь ничего серьезного я плохого не сделал ну и вам что-то показал, надеюсь что интересное где я был сейчас боялся что по шапке надаются подниматься уже нельзя, один проход открыт а все остальные закрыты я что-то даже не задумался сейчас вот мы идем ниже к вечному огню вот и буду разворачиваться ехать в сторону дома во-первых, а замерз дико во-вторых, это конечная точка маршрута ну вот и все, ребят, самих часовых снимать не стал как основной объект съемки там и так, наверное, не очень-то комфортно стоять во-первых, холодно во-вторых, все подходят и их фотографируют кто-то пытается что-то у них спросить а им, по-моему, даже разговаривать ни с кем нельзя на стойке смирно они стоят пока их часовой не сменят они ничего не имеют права делать я могу ошибаться ладно то, что хотел я увидеть, ребят, я увидел сейчас еще видео смонтирую на ютуб выложу, ребят, вам покажу и можно будет сказать, что вам показал ну и все, ребята, мы должны идти вон туда и на этом позитивном моменте я с вами прощаюсь до скорых встреч надеюсь, что не на очень долго пишите комментарии оставляйте, так сказать, обратную связь что бы вы еще хотели увидеть интересного в Москве буду стараться выкладывать это раньше раз в неделю ролики потому что сейчас много работы и всего, к сожалению, сделать не успеваю до скорых встреч, ребят, пока